Несколько часов назад на севере Таиланда закончился второй этап операции по спасению школьников из затопленной пещеры. Международной группе дайверов удалось вывести на поверхность еще четверых подростков. В ловушке под землей остаются пять человек. Из-за сложных условий и физической слабости детей, которые уже провели под землей две недели, на спасение каждого требуется пять-шесть часов. Но власти стремятся завершить рискованную операцию как можно быстрее из-за угрозы новых дождей. Съемочная группа вестей, единственные российские журналисты на месте событий. И оттуда репортаж Сергея Менгажева. На наших глазах машины скорой помощи выезжают со стороны пещеры. Здесь находится шестой ребенок, а в это время медики осматривают уже седьмого и восьмого мальчика, которых достали из пещеры буквально несколько минут назад. Второй день подряд здесь происходит то, что совсем недавно казалось фантастикой. Имена спасенных ребят по-прежнему не раскрываются. Их называют по номерам. В том порядке, в котором выносят из пещеры. Это сделано ради тех родителей, чьи дети остаются внутри. Никто, кроме спасателей и медперсонала, пока не видел детей, которых удалось спасти. Они должны минимум 48 часов оставаться в карантине, пока врачи не проведут полное обследование. Они счастливы и хорошо себя чувствуют, но им все еще запрещены контакты с родителями, поскольку существует риск передачи инфекции. Помимо 18 подводников, которые непосредственно эвакуируют детей, поддержку операции оказывают еще около 70 дайверов. Самое главное — обеспечить оптимальный уровень кислорода в пещере. Как раз во время установки баллонов с воздухом и погиб три дня назад тайский дайвер, когда уровень воды был слишком высокий. Дети и их футбольный тренер находятся примерно в трех километрах от выхода. На пути к спасению они должны пройти три затопленных участка. Каждого ребенка сопровождает два подводника. Они продвигаются вдоль заранее протянутого троса. Один спасатель впереди. Он держит дополнительный баллон с воздухом для ребенка, который в водолазной маске, гидрокостюме и специальной обуви идет следом. Сзади его направляет второй спасатель. Сегодня путь к выходу занял на два часа меньше, чем накануне. Это связано с понижением уровня воды. В районе операции повышенные меры безопасности. Власти делают все, чтобы сохранить конфиденциальность детей. Перед каждым выездом скорой, перед дорогой из пещеры устанавливается кордон военных. На этих кадрах старший по званию показывает солдату, как нужно обращаться с нарушителями режима ограничений. Журналистов предупредили, что в случае неповиновения арест на месте. Все восемь спасенных ребят сейчас в безопасности. Они находятся в госпитале Чанграй. Полиция круглые сутки не снимает здесь оцепление. Операция прервана на ночь. Ее решающий этап ожидается завтра. В пещере по-прежнему остаются пятеро пленников.